всем привет с вами ольга виноградова сегодня я вам показываю своей глоксине своих красавиц но у меня здесь представлены и будущие шедевры смотрите какая разница в этих растениях одни уже зацветают другие еще только-только начинают свой жизненный путь вот за это я и люблю глоксине за то что они круглый год могут цвести и радовать своей красотой вот посмотрите здесь у меня представлены три шедевра по-другому их назвать нельзя сейчас о каждом по отдельности расскажу какие особенности и что есть не буду делать будущие шедевры мы пока отставим в сторону поработаем с настоящими начнем вот с этого с этой глоксине это глоксине голливуд у нее цветочек очень крупный смотрите какого размера большого хотя это глоксине она мне выдала вот один цветочек но из этого цветка я буду забирать листья смотрите какие шикарные листья для размножения даже один сломался смотрите какие должны быть листья для размножения глоксине вот вот лист должен быть такой ярко окрашенный такой упругий что никаких пятен ничего на нем не должно быть листочки абсолютно такие свежие и сочные так как глоксине отцветет очень скоро я не знаю что здесь еще из нее получится может быть вот эти вот молодая глоксине серединке еще будет расти а для этого я срежу сейчас все вот эти вот листья почему-то она вот так вот выпустила очень много таких листиков сейчас я их все-все возьму это мне нужно для разведения этого сорта сорт голливуд хотя он сорт этот не новый но он очень эффектный вот так вот отставляю в сторону и вот видите сколько мне одна глоксине дала листиков красивые большие листики такие листики очень быстро дает корни это у нас красавица волливуд так с этим цветочком разобрались о каких особенностях глоксине я хотела еще вам расскажу в этом видео посмотрите вот на этот красавец это синий бархат это было вытянутая глоксине вот видите у нее один ствол вот у нее один ствол я его обрезала вот сюда же видите устали листик остался от той вытянутой глоксине сейчас его так вот чтобы он не забирал питание и из этой казалось бы уже вытянутой глоксине которую я срезала пошло из пазухи листа две новые глоксине вот они сейчас развелись уже в две такие полноценные вот раз и два и обе цветут пожалуйста из этого цветоноса и из этого цветоноса вот такой тоже бывает глоксине причем если я отцветет вот этот верхний вот этот верхний слой цветет там внизу можете видеть еще отводки идут если обрезать еще вот так то вот этот вот пойдет в рост и тоже разобьется и будет свистеть тут по-моему даже и из этой пазухи листа вот тоже после глоксине такие предсказуемые цветы вот как вот и захочется так вот они и растут поэтому нужно смотреть за ними наблюдать за ними и подходить каждому цветочку индивидуально так перейдем к следующей красавицы это что-то невообразимое вот эту красоту я никогда же не ожидал увидеть я думала что это мне раз распустится тигрина red и камеры сейчас не передает тот оттенок вишневый на камере он такой красный а в реальности такой вишневый этот цвет и посмотрите что примечательно глоксине с обратной стороны имеет вот такой вот белый окрас лепестков если вот на этих вот проступает окраска видите то здесь у нас совершенно такая беленькая и вот видите что делает жара как вытянулась вытянулись междоузлия жара избыток влаги вытянутся междоузлия и цветонос вот он какой длинный смотрите вот какой вытянутся цветонос жара недостаток света вот видите как тянулся к свету и очень интенсивно рос за температурой что за влажностью что за освещением обязательно нужно чтобы было был баланс был баланс и 1 2 и 3 а на сегодня с вами прощаюсь желаю вам красивых цветов хорошего настроения и до новых встреч